Во время проведения официальных мероприятий и массовых гуляний, посвященных 995-му дню рождения нашего города, многие городские службы, в том числе и правоохранительные органы, будут работать в усиленном режиме. Стоит с пониманием отнестись к настоятельным рекомендациям не приносить на концертные и танцевальные площадки огнеопасные и колюще-режущие предметы, а также спиртные напитки. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения на территорию проведения праздничных торжеств, допущены не будут. Это одна из главных мер по предупреждению правонарушений и происшествий. Хотелось сказать, что мы всегда готовы к проведению таких мероприятий. У нас, будем говорить, отлажены все наши действия. Поэтому пожелать для того, чтобы гости нашего города, жители города провели нормально эти праздники, ну в первую очередь, что в те места, где будут проходить массовые гуляния с большим пребыванием граждан, мы будем осуществлять контрольно-пропускные, контрольные мероприятия по досмотру граждан. Поэтому ограничиться, во-первых, не нести с собой большие сумки, крупногабаритные пакеты. Это первое. Второе. Литься в состоянии алкогольного опьянения на такие мероприятия тоже допускаться. Автолюбителям также следует более внимательно планировать маршрут передвижения по городу. Центральные улицы, а также прилегающие к ним на время проведения торжественных парадов и концертов перекрываются. А потому заранее выбрать за дорогу в объезд, значит сэкономить собственное время и гарантированно попасть в точку назначения. 26 июля, в период проведения праздничных мероприятий по случаю 995-й годовщины со дня образования города Бреста, будет закрыто движение на некоторых участках улиц и дорог. В период времени с 5 утра до 11 часов будет запрещена остановка-стоянка на улице Пушкинской в городе Бресте, от улицы Карла Маркса до улицы Советской. В период времени с 7 часов утра до окончания мероприятий будет запрещен заезд транспортных средств на стоянку парка 1 мая со стороны улицы Гобыка и улицы Крупской. В период времени с 7 часов утра также будет запрещен заезд транспортных средств на главный вход мемориального комплекса Брестская крепость-Герой, а также запрещен заезд транспортных средств к музею 5-й форт. В период времени с 22.00 до окончания мероприятий будет закрыто движение транспортных средств, кроме троллейбусов, по следующим направлениям улицы Пионерская-Московская, Варшавское шоссе Краснознаменное, 28 июля улица Луцкая и улица Октябрьской революции Волгоградская, то есть вдоль всего Грибного канала. Одно из самых ожидаемых и красивых событий праздничный салют в этом году состоится 26 июля в 11 часов вечера. Полюбоваться фейерверком каждый год приходят тысячи брещан и гостей нашего города. Чтобы избежать испорченного вечера, стоит прийти заранее и выбрать безопасное местонахождение. Увидеть всю красоту праздничных залпов можно не только в непосредственной близости от места их запуска. Необходимо помнить, что участие в любом массовом мероприятии сопряжено с повышенной опасностью, а потому внимательность, осторожность и взаимная вежливость каждого из нас никогда не будут лишними.